Сегодняшняя тема нашей передачи — это общение важной темы. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. Конечно же, общение — это важная составляющая развития взаимоотношений. Я бы даже сказал, это центральный момент в том, как будут развиваться взаимоотношения. Будут ли они достигать доверия, открытости. А ведь это и есть ключи к тому, чтобы достичь зрелой любви. И что же очень важно здесь отметить? Во-первых, бывают разные уровни общения. Об этом тоже мы не всегда знаем, нас этому не учат. Но я бы хотел рассказать об этом чуть больше, потому что, опять же, важно обратить внимание на то, как происходит общение. И вот об уровнях. Первый, я бы сказал, может быть, с такого покажется даже странно, но уровень, когда происходит игнорирование. То есть один говорит, другой вроде бы и слушает, но на самом деле не слушает, он не воспринимает эту речь. Следующий уровень — это когда разговариваешь с человеком, а у него, так скажем, своё какое-то кино там кроется. Вы наверняка такие тоже попадали в ситуации, когда общаетесь с кем-то, вы говорите серьёзные вещи, ваши переживания, вы вкладываете в это, вы делитесь этим. А вы видите какой-то взгляд странный у человека. Он вроде бы и здесь с вами, но что-то у него там своё крутится, и он чем-то озадачен. И мы понимаем, что это тоже неплодотворное общение, так не пойдёт. Так не строится настоящее взаимоотношение. Следующий уровень общения, который бывает, — это избирательное слушание. И, наверное, тоже такое в жизни бывало, когда вы рассказываете что-то, а ваш собеседник слушает, слушает, потом слышит какое-то слово, которое его цепляет, и он, услышав это слово, за него цепляется и начинает что-то своё рассказывать. Вот это вот избирательное слушание. И, конечно, ни один из видов слушания, который я вот сейчас назвал, уж не игнорировая, ни то, чтобы своё кино какое-то прокручивать, пока другой рассказывает, и уж не то, чтобы такое избирательное, знаете, как шведский стол. Пришёл, и вот я смотрю, чтобы выбрать. И выбирая то, что мне понравилось, я начинаю свою тему разбирать. И есть другой вид слушания, внимательное слушание. Это когда человек действительно прислушивается, он обращает внимание на то, что вы говорите, но и это даже не самая высшая степень слушания. И вот здесь я хотел бы поделиться с вами, какого же слушания нам надо достигать, какого же общения, уровня общения достигать. И есть, ну, в нашей классификации, так скажем, пятый уровень, это называется эмпатия. Это когда мы обращаем на чувства друг друга, когда мы сопереживаем. И почему об этом важно сказать? Потому что настоящая любовь, она действительно знает, что такое сопереживание с другим. Это не просто, когда я слушаю, ты рассказывай, рассказывай что-то, а я тебя просто слушаю внимательно. Нет, это когда я слушаю, и я при этом обращаю внимание, а что человек, сообщающий мне, чувствует при этом. Какое его послание? Ведь, наверное, слышали, что коммуникация, она не только из слов состоит, что на самом деле слова имеют всего лишь 7% значения их, но 93% это то, что мы выражаем невербально, через нашу мимику, через наши эмоции. Это то, что мы посылаем через тон нашего голоса, через тембр. И вот этот очень важный момент заострить. Иногда ведь как? Люди могут даже общаться очень долго, А потом девушка, например, уходит разочарованно, да ты меня не слышишь, ты меня не слушаешь. И мужчина удивлен, разводит руками, как так? Я же вроде бы сидел, я же вроде бы делал. Но я понимаю, о чем идет речь, потому что, конечно же, каждый из нас, желая достичь любви, желая принимать любовь от другого, он как раз-таки ищет именно такого общения, когда его слушают, когда сопереживают, когда могут услышать именно не только слова, а услышать именно те эмоции, тот внутренний мир, который там происходит. И вот для людей, которые развивают отношения, которые строят их и хотят, чтобы эти взаимоотношения достигали зрелости, очень важно научиться такому эмпатическому слушанию, такому общению. Что для этого необходимо? Для этого очень важно, конечно же, научиться задавать друг другу вопросы. Ведь через вопросы мы как раз-таки можем узнавать, кто чем живет, кто чем занимается, какие интересы, какие ценности и какие убеждения. И следующий момент, вот поговорить о том, что вопросы тоже бывают разные. На этапе, когда мы строим отношения, узнаем больше друг о друге, очень важно научиться задавать вопросы, которые не просто поверхностные, да, там о погоде, о предпочтениях, о том, куда пойдем, чем будем заниматься. Все это хорошие вопросы, но это поверхностные, это не такие глубокие. Но есть вопросы, которые сильные, которые характеризуют тем, что на них нельзя ответить да, нет, на них надо давать развернутый ответ. И давая на них ответ, ты открываешь какую-то характерную черту для человека, что для него ценно, что для него дорого. И ведь именно когда такое общение происходит, когда мы открываем свое сердце, открываем свою жизнь, вот тогда строятся близкие доверительные отношения. Тогда люди начинают сопереживать друг друга, чувствовать друг друга. И поэтому очень важно тоже научиться вот задавать все-таки вот эти вопросы. Я понимаю, что такой навык не развит, что его просто так где-то не учат, но тем не менее по жизни мы призваны обращать внимание. Я бы хотел призвать, чтобы вы тоже обращали внимание, когда к вам кто-то обращается с такими вопросами личными, где вам надо задуматься, что-то открыть из себя. И я уверен, что для развития взаимоотношений очень важно обращать внимание, задавать такие вопросы, и может быть даже искать литературу, где есть такая помощь, пособие, в которых людям, развивающим отношения, предлагаются даже такие вопросники с сильными вопросами. Пусть Господь благословит вас и поможет действительно находить вот это плодотворное и глубокое общение. Всего вам доброго. У нас сегодня в студии гостья Татьяна Шлитгауэр. Она служитель церкви 21 века. Татьяна Шлитгауэр, служитель церкви 21 века, лидер домашней группы, воспитывает троих детей. Как вы считаете, в то время как молодые люди развивают отношения, есть ли темы, которые нельзя обойти, их действительно очень важно проговорить еще на этапе до того, как было принято решение, что они станут мужем и женой. Какие это темы, как вы считаете? Вы знаете, я вообще считаю, что когда человек задумывается серьезно о том, чтобы вступить в брак и выбирает себе спутника жизни, то вообще очень важно даже просто посмотреть вообще, какая цель у человека в жизни, чем он вообще увлечен по жизни и что для него является такими вещами, которые он посвящает большую часть своей жизни. Потому что, опять же, очень много встречаешься уже с парами, которые уже много лет в браке. И, например, там молодой человек был увлечен компьютерами и какими-то компьютерными делами, и в этом очень много проводил времени. Потом они поженились, и эта привычка так и не ушла, и он работать даже стал в этой сфере. Ну это вроде бы и хорошо, но потом это вдруг превращается в то, что оказывается у него есть какая-то тайная скрытая жизнь, о которой никто не знает, и вдруг это всплывает, и всплывает в какой-нибудь очень острый период жизни, или маленькие дети, или беременность, или еще что-то. И вот на эти вещи очень важно смотреть. И потом, если есть какие-то вещи, которые в жизни своего возлюбленного или возлюбленный, они вызывают вопросы и ставят вопрос вообще о том, что будет в будущем, да, как это вообще повлияет на будущее. Вот это и есть какая цель у человека на самом деле, какая цель, и можем ли мы вместе осуществлять одну цель. Потому что это очень важно, чтобы в семье между мужчиной и женщиной была обязательно общая цель, которую они вместе выполняют, потому что это тогда их объединяет, это соединяет, это помогает им преодолевать очень многие проблемы вообще жизненные, да, и недопонимания. Спасибо большое, Татьяна, за советы. И действительно, мы понимаем, что общение – это то, что развивает наши отношения, то, что укрепляет. Поэтому все эти темы, которые вы сегодня назвали, они, конечно же, только помогут, если действительно вы выясняете эти детали, проговариваете, и тогда вы становитесь ближе друг к другу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.